Итак, мы продолжаем изучать великую книгу великого учителя еврейского народа Роша Рабыну Ашера, которая называется «Орхот Хаим». И мы продолжаем тему, то, что говорит Рабыну Ашер, что человек должен обдумывать слова молитвы, понимать их. И вот то, что установили люди великого собрания по поводу благословений перед Шма, перед Шма Исраэль. И вот первое благословление, которое говорит о сотворении светил, завершается оно особенным выражением. «Орхадаш аль Сион Таир ваниске хулану мейралёро» Новым светом озари Сион, чтобы мы удостоились все вскоре его увидеть. Что это за особенный свет? И то, о чём мы с вами говорили, то, что первое речение, которое сделал Творец, которым Творец сотворил свет, и сказал Творец, что был свет и стал свет. И тут же Раша открывает нам, что увидел Творец, что этот свет недостойно, чтобы пользовались им злодеи поколения потопа и поколения разделения. Поэтому он скрыл этот свет, как сказано у Иова, а нечестивым свет недоступен. А для кого же хранится этот свет? Для праведников в грядущем мире. Так написано в трактате Хагига «Двенадцатый лист». И об этом же говорит каббалистическая книга одного из великих каббалистов до Раби Акивы, Раби Нехуни и Бен Аканы, где говорится то, что сказал Творец, и сказал Творец, чтобы стал свет и стал свет. Обычно это переводят «да будет свет» и «стал свет». А на самом деле в ней дважды приводится выражение «и-и-ор» и «стал свет». И это то, что объясняет Раби Нехуни и Бен Аканы. Два великих света были сотворены, потому что сказано дважды. Но один из них, Творец, спрятал для праведников в будущем мире. И это то, что говорится в тридцать первом салме царя Давида, как велико то добро, которое ты хранишь для трепещущих перед тобой. И это учит нас, что вот та часть этого света, первозданного света, спрятана, и никто из сотворенных не может его увидеть. Но есть же и вторая половина. И что это значит? То, что есть свет, который хранится для будущего мира, объясняет Рамбан в своем комментарии на Пятикниже. «В свете этого света постигается истинная подлинная сущность всего сотворенного от края до края». И мы знаем, что в свете этого света первый человек видел от конца света до конца света. «После греха сказано, что творец положил свою ладонь на него и уменьшил его на 14 ступеней или этажей». А мы знаем то, что написано в святых книгах. До того, как он согрешил, первый человек был абсолютно духовным творением. И он только касался материального мира. И в этом свете он видел от конца до конца мира. А теперь посмотрим. Объясняется так. Рабейну Бехае, это следующее поколение после Рамбана, великий мудрец Испании. Он говорит, что когда творец в четвертый день творения поместил на небе солнце, луну и звезды, тогда был скрыт этот свет. С другой стороны, знатоки тайного учения, они говорят, что первозданный свет по-прежнему проникает в наш мир, облачаясь в какие-то земные понятия или по-другому одежду. И вот то, что приводит святая книга Зор, диалог между Рабьей Иосией и Рабьей Иудой. Они объясняют, и стал свет. Что это значит? Рабь Иосий толковал. Этот свет был скрыт, и он ожидает праведникам в грядущем мире. Как сказано, свет посеян для праведника. Возражает ему Рабьей Иуда. Если бы этот свет совершенно был скрыт, мир не мог бы просуществовать даже одно мгновение. Но он скрыт, как посеянное в землю зерно, которое прорастает и дает ростки и плоды. И именно этот свет поддерживает существование всего мира. И нет ни одного дня, когда бы этот свет не проникал в наш мир. Этим светом Творец насыщает всю Вселенную. А каким же образом он проникает на землю, продолжая святая книга Зор и говорит, «В день, когда Муше установил в Синайской пустыне шатер откровения, переносный храм, его покрыло облако». Что же это за облако? Это тот самый луч первозданного света, который опустился на шатер откровения. Продолжает святая книга Зор и говорит, «В любом месте, где по ночам изучают Тору, проникает луч того скрытого света и осеняет учеников». Почему же по ночам? Потому что ночью принято, и такой обычай в еврейском народе, изучают сокровенные разделы Торы. И в качестве примера приводит историю про основателя хасидизма Бальшим Това, который не спал в течение суток, не больше двух часов, а ночами постигал тайны Торы. И вот как-то в его доме заночевал сбившийся с пути один толкователь Торы, магит-равдовит из Коломы. Проснувшись среди ночи, гость увидел яркий свет, исходящий от печи. В первый момент он подумал, что загорелись лежащие на ней поленья. Он схватил ведро с водой и бросился гасить пожар. Но когда он приблизился, он увидел, что за печью сидит, склонившись над книгой, Бальшим Тов, а вокруг него разлито какое-то сияние. Пораженный этим зрелищем, он упал в обморок, и хозяину пришлось приводить его в чувство. Утром он спросил у Бальшим Това, что это было, и тот ему ответил, не знаю. Так написано в книге Шифтейбешт. Подобное же свидетельство приводит один из духовных лидеров всего еврейского народа, Равис Ройль Мейер Акоин, то есть Хофетскаин. Ему было около 15 лет, когда он стал учеником в Ешиве одного из великих праведников своего поколения, Равнахума Каплана. А его обычно еврейский народ называл Нахумка Изгородну. И много лет спустя Хофетскаин вспоминал, что каждую ночь Равнахум запирался в одном маленькой синагоге. И однажды, движимый любопытством, юный Исройль Мейер после вечерней молитвы спрятался под скамейкой наверху в женской половине синагоги. И служка не заметил его и запер здание. Около полуночи двери вновь отворились, и вошел Равнахум. Он открыл какую-то книгу и погрузился в ее изучение. И Равис Ройль Мейер, тогда Исройльке, он понял, что это была какая-то книга по Кабале. Внезапно юноша увидел огонь, который вспыхнул вокруг Равнахума. Равнахума. Он уже хотел закричать «Гебалд!» «Пожар!» Но почувствовал, что наставника окружал совсем другой огонь. Не тот, к которому привыкли. В трепетном молчании, почти лишившись чувств, юный Исройль Мейер провел всю ночь, пока Равнахум учился. И только когда он закрыл книгу, огонь исчез. В зрелые годы Хофицкаем повесил в своем доме портрет Равнахума и учил своих детей во всем походить на этого святого человека. Сохранилось еще много таких свидетельств. Но, возможно, увидеть подобное ночное сияние способен только праведник. И вот эта связь сокровенного света с сокровенной мудростью Торы отмечается в книге Равнахемио Бен Аканы, которая комментирует «И увидел всесильный, что свет хорош». Тов можно перевести как «добро», «благо». И это то, что объясняется, что Творец взял от этого света, в которые включены 32 пути мудрости, имеется в виду 22 буквы еврейского алфавита и 10 каббалистических сверот. И ими сотворил мир. Ну, а как же выглядит этот сокровенный свет в нашем мире? Объясняет Равнахуме, что это сокровище устной Торы. «Передав это сокровище на землю сыновьям Израиля, Творец сказал, «Если вы сбережете мою отраду, устную Тору, в этом мире, то удостойтесь грядущего мира, то есть того добра, который Творец подготовил для праведников». Так написано в каббалистической книге Сефира Баир. Не просто так самый мудрый человек мира, царь Шлому, он в Мишле и в притчах называет Тору светом. На арамейском языке Тора называется Орайса. Ор, свет. Тора – это свет. Именно свет, а не просто мудрость. И это не насказание, что Тора сравнивается со светом. Но она в буквальном смысле является светом, потому что так она проявляется в высших мирах. Так объясняют учители еврейского народа Рамхаль, Рабимуше Хайм Люцата. И с одной стороны мы говорили, что Солнце это тело этого света, а что скрыто внутри Солнца это этот сокровенный свет. С другой стороны, где находится этот свет? Он находится в Торе. И пишет Рамхаль, что Тора сравнивается с полупогашими угольками. Когда еврей начинает учить Тора, раздувает эти угольки, этот свет проникает в его душу. Как луч Солнца, который попадает в дом. Ведь все 22 буквы нашего святого алфавита, из которых составлено Тора, они связаны с 22 видами света, которые существуют в высших мирах. А сияние этого света через буквы проявляется и в этом заключена святость Торы. Так пишет Рамхаль в предисловии книги Дерех Эцхаим «Путь к дереву жизни». Поэтому еврей, который серьезно изучает мудрость Торы, тем самым он приобщается к этому свету. Спрятан он для праведников. На самом деле, если мы обратим внимание, то, что учат наши мудрецы, сказано в Талмуде, что Сара и Авраам они были бесплодными, они могли породить. Сказано, что у Сары даже не было места, в котором вынашивается плод. Но когда приходят эти три бедуина, на самом деле три ангела, Михаэль, Габриэль и Рафаэль, и один из них, который пришел сообщить Аврааму про то, что у него должен родиться сыр, сын, и именно от Сары. И когда слышит Сара, что эти бедуины поели, попили, говорят такие глупости, ей 89 лет. Когда она выходила замуж за Авраама, она знала, что она бесплодная. И вот прошло столько лет, и она говорит, что они говорят, эти бедуины. Я постарела, мой господин стар, и у меня давно завершилось то, что бывает обычно у женщин. И отвечает ангел, ки полеми ашем давар, если что-то невозможное перед творцом пели. через год я здесь, и Сара держит своего сына. И сказано, что чудесным образом в этот момент у Сары началось то, что уже не было у нее много лет, то, что бывает у женщин до определенного возраста. Больше того, у нее образовалось то место, где вынашивают ребенка. Но в начале главы сказано, что был такой жаркий день, а Авраам сидит у входа в шатер. Почему? Раши приводит. Потому что творец Моци Хамами Нартика вывел солнце из ее укрытия. Что он вывел? Тот сокровенный скрытый свет. О, Раганус. И благодаря этому свету произошло изменение природы у Сары. Потому что Авраам уже у него был сын Ишмаэль, которому в этот момент 13 лет. Авраам 99 и через год у него рождается сын от Сары, которого она назвала, Авраам назвал Ицкак. Тот кто в будущем будет смеяться. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И это Ицкак. Тот, кто не мог родиться, невозможно, по всем законам природы, говорит, Авраам творцу, я и моя жена Сара не можем родить. И творец отвечает, ты что, у меня звездочет, ты пророк, у Авраама и Сарай нет детей, но у Авраама и Сары есть дети. А что это такое? Добавлена буква Гей из имени Творца в имя Авраама. Если сначала он Ав был главный человек, как отец в Арам на Араим, Авраам, сейчас Ав Амон Гоим на Татиха, я тебя делаю отцом множества народов. Отец, Мать, а они бесплодны. И так же продолжает Талмуд и говорит, все наши прадцы и все матери были бесплодными. Как это так? Почему? Как это может быть? Они ведь их роль Авину, Ав, Отец, а он бесплодный. Почему? Говорит Талмуд. Потому что творец ждет молитв праведников. Потому что благодаря молитвам праведников творец воздействует на мир. Что такое браха? Это просьба об увеличении воздействия творца на мир. И сказано впрямую. Ицкак 20 лет женат и 20 лет бесплодна его жена. И вот творец отвечает именно на молитву Ицкака. Потому что не похоже молитва праведника сына праведника на молитву праведницы дочери злодея. И у них рождаются близнецы. И первым выходит волосатый сделанный Исав. И держась за его питу выходит следующий. Пятка называется Акев. Держащийся за питу Я Аков. А наши святые книги говорят, что это избранный из наших працев цельный человек, который сидит в шатрах, который сумел вот эту букву Юд, это говорит из четырехбуквенного имени Творца, это говорится, буква эта намекает на божественную мудрость. Он был настолько цельный человек, что на самую мертвую часть своего тела, на Акев, на пятку, и там властвовал его разум. Цельный человек. И мы знаем то, что написано в Торе, когда после борьбы с ангелом защитником Исава, который повредил ему бедренную жилу гида наше, идет и хромает Яков, сказано, для него вышло солнце и учит Медраж, что тот особенный скрытый свет, о, роганус, его вылечил. И когда он идет навстречу с Исавом, он цельный. Он преодолел этот ущерб. И то же самое происходило в Египте во время удара тьмой. Именно от этого пронзительного скрытого света погибли евреи, злодеи, которые не хотели выходить из Египта. Мы знаем, Раши объясняет Хамушим Яцуб на Исраэль Мимитсраем. Пятая часть вышла из Египта евреев. Пятая часть. А 80 это самая большая катастрофа еврейского народа. Они погибли во время тьмы, и евреи хоронили их, чтобы не видели египтяне, чтобы они не сказали мы погибаем, и они погибли. Их нет. Они так отчего они погибли, объясняет это великий каббалист Рабимуше Хаэм Люцата Рамхаль в своей великой книге Адир Бамаром. Они погибли от проявления этого света, этого скрытого света. Ведь они хотели остаться в Египте. Египтяне во время первых трех дней тьмы могли двигаться, могли пытаться зажечь свет, у них не получалось. А вторые три дня они как в холодце замерли, как муха на липкой бумаге. Замерли в своем положении, в котором застали их вторые три дня. Но они выжили, потому что тьма – это нормальное состояние для египтян. А седьмой день, седьмой день этой казни обрушился на них, когда евреи входили в море. А евреи, назначение которых быть связанным с этим первозданным светом, проявлять его в мире, 80% погибло и осталось в своих могилах в Египте. Но то, что ждет нас, то, что сказано Медраше Шохертов, когда придет конец времен и будет отстроен Иерусалим, возведен храм. Я возвращу тот свет. С этого мы начали. Новый свет освети новым светом Иерусалим. И так как мы накануне праздника Ханука, праздника света, объясняет великий немецкий каббалист Роккеех, так его называет еврейский народ, он спрашивает, сколько часов был в мире этот свет. В первый день он был создан, а после этого он был спрятан, но в шестой день творения, в день, когда был сотворен человек, вершина мира, он открылся опять. И весь шестой день, ночь субботы и день субботы этот свет был в мире. Всего 36 часов. И на это намекают нам 36 канукальных свечей, которые мы зажигаем в течение восьми дней, без шамаша. То свет, который был заключен в семисвешнике в храме. Тот свет, который был заключен в этом маленьком сосудике с маслом, чистым маслом, который не затумили греки. Но в чем смысл этого света? Почему оливковое масло символизирует мудрость? и почему египтяне хотели затумить все эти масла? И затумили, кроме маленького кувшинчика, объясняет Тос в трактате Шаббат, что он был спрятан в полу храма, поэтому они не могли затумить его, передвигая даже, потому что постановили мудрецы, что не евреи, они передают нечистоту, как зав, как человеку, которого есть нечистые истечения из органов, они затумили все масла, что они сказали? Присоединяйтесь к нам, мы вершина человечества, если мы посмотрим, мы живем в мире греков, наука, искусство, все, олимпийские игры, это все греки, обожествление человеческого тела, сила мышц, упругость мышц, красота, олимпийские игры происходили, они участвовали в них обнаженными, с другой стороны, мудрость, греческая философия, но что говорят греки, что говорит величайший учитель, философ Аристотель, он говорит, то, что я не могу постичь своим разумом, этого нет, то есть, то, что я постигаю пятью органами чувств, есть, пощупать, увидеть, услышать, положить на язык, постичь разум, но мы знаем, что наш разум ограничен, мы можем представить себе только то, что находится в рамках времени и пространства, и приводит Алмуд трактат Бехурот, что еврейский мудрец Равьоушо Бенханания часто бывал у римского императора, и задает ему вопрос римский император, за сколько лет рожает змея, и отвечает ему Равьоушо Бенханания за семь лет, ну как так, что ты говоришь, мудрецы Афин, они произвели эксперимент, и у них змея родила за три года, и отвечает ему Равьоушо, я выучил это из Торы, они сделали эксперимент, это не чистый эксперимент, они взяли беременную змею, которая уже четыре года была беременна, и соединились со змеем, но откуда ты это знаешь, и это то, что учит Равьоушо Бенханания из Торы, как сказано про змея, проклят ты из всех животных, из всех зверей, и учится, что кошка, да, она рожает за 52 дня, а слица рождается семикратно, это за год, а змей, который проклят от всех зверей и от всех животных за 7 лет, и говорит император, но ведь они мудрецы, 60 мудрецов Афин, это те, которые правят всем миром, управляют их разум, побеждают всех, и отвечает ему Равьоушо Бенханания, а мы мудрее их, что это такое, как вы мудрее их, если так, отправляйся в Афин, и приведи их всех здесь, ко мне, и побеждает их в споре Равьоушо Бенханания, в чем мы мудрее их. Греки правы, то, что постигает наш разум, это существует, но мы, евреи, вышедшие из Египта, получившие Тору с горы Синай, мы знаем, что там, где кончаются границы нашего постижения, есть следующий шаг, наше полагание на того, кто сотворил мир, это то, что называется наша эмуна, мы говорим про Творца только отрицательное определение, безграничный, но мы знаем, что Он управляет всем миром, и это то, что услышала наша Матери Сара, есть ли что-то невозможное перед Творцом, и чудо Хануки мы отвечаем не о военную победу, а то чудо с кувшинчиком масла, чистого оливкового масла, которое должно было гореть один день, а горело восемь дней, ки полеми ашем давар, если что-то невозможное перед Творцом, но как это реализовалось, только потому, что нашлась маленькая горстка необученных, чистых, праведников, тринадцать, четырнадцать человек, и они сказали, кто подобен тебе Творец, это заключено в слове Маккабим, Раби Йоханан, Коин Гадоль, его сын Матитьяу бен Йоханан, он и его сыновья и родственники поднимают восстание против самой великой армии мира, которая завоевала весь мир. Ни одного шанса нет, чтобы они победили. Под солнцем нет ничего нового. Но те, кто полагаются на Творца и готовы пойти на самопожертвование ради Торы, ведь греки запретили им изучать Тору, соблюдать субботу, соблюдать новомесячие и делать обрезание. Если враги еврейского народа выступают против души еврейского народа, то мы должны отдать нашу жизнь, но не подчиниться. И несмотря на то, что большинство евреев того поколения пошли за греками, мития в ним, отказались от обрезания, больше того, делали операцию, чтобы не видно было, участвовали в олимпийских играх, и эти мракобесы, каких-то 13-14 человек, идут на самопожертвование. И они пробуждают этот скрытый свет, который открылся для всего еврейского народа там, в храме, когда этого масла, которого должно было хватить на один день, горело 8 дней. И это последний праздник, с которым мы ушли в изгнание. И где бы мы ни находились, мы зажигаем 8 дней эти маленькие светильники у нашего дома. При входе в наш дом это свидетельство, что мы помним, что это чудо было в храме со светильником, с источником света. И это наша молитва и надежда, новый свет над Сионом просвети, открой тот самый свет. И мы ждем, чтобы в наши дни произошло это, чтобы поскорее пришел наш царь Машех, чтобы с неба в огне спустился наш храм, и чтобы мы увидели, какой он зажигает семисвешник в храме. Светлого праздника Ханукова! КОНЕЦ